определялся достижениями мусульманских ученых. Уважительное отношение к чужой культуре отличало мусульманских правителей. Мусульмане по праву гордятся тем, что они сохранили наследие предыдущих цивилизаций. Творческое переосмысление предшествующих знаний дало толчок к интеллектуальному прорыву во всех областях знаний — математика и астрономия, ботаника и медицина, экономика и политика, география и философия. И только за недостаточностью эфирного времени мы не можем в полной мере рассказать о достижениях исламской цивилизации. Достижения мусульманских ученых почти буквально во всех областях науки велики. Об этом свидетельствуют исторические данные. У истоков информационных технологий стоял выдающийся мусульманский философ, ученый Мухаммадин Аль-Араби. Именно он первым создал логическую машину для автоматического открытия истины. В 1412 году мусульманский ученый Шихаб Аль-Кашканди пишет 14-томную энциклопедию, в которой содержался целый раздел о науке криптографии. Там он приводит 7 способов шифрования информации. Приводятся также таблицы, перечень букв арабского алфавита в порядке частоты появления их в тексте священного Корана. Дальше он предложил некоторые способы шифрования на основе частотного анализа. Это новый метод шифрования информации. Если взять физику, то тут следует назвать имя выдающегося истамского ученого Ибн Аль-Хайсама, которого в Европе называли Аль-Газен. Он автор капитального труда Аль-Маназир, что означает изображение. Тем самым он положил основу одной из больших разделов физики, оптики. Мусульманская культура гармонично соединяет в себе духовно-религиозное и мирское социально-политическое, что позволяет стремиться к вечной жизни через достижение идеалов жизни земной. В мусульманских обществах был достигнут высокий в социальном и экономическом отношениях уровень жизни, а их культура по многим показателям превосходила западную. Все это постепенно, но неотвратимо вызывало зависть и недоумение у европейцев. Арабы создавали урбанизированное общество, утонченное и властное, которое затмило земледельческий запад. Ролин Армур – историк, христианский богослов, заслуженный профессор Мерсерского университета США. На протяжении столетий мусульманам внушают испытывать комплекс неполноценности за свою культуру, но очевидные достижения исламской цивилизации очередной раз напоминают Западу о его долге перед исламским миром и одновременно дают мусульманам повод гордиться своими историческими достижениями. Наглядным подтверждением высоких научных достижений мусульманских ученых являются хранящиеся экспонаты в коллекциях мировых музеев по истории арабской и исламской науки. Лондон, Париж, Франкфурт, а теперь Истамбул, где совсем недавно открылся Музей исламской истории науки и технологий. Попадая внутрь, посетитель совершает небольшое путешествие в историю науки. Перед ним открываются залы музея, содержащие неисчислимые и изысканные экспонаты, подтверждающие участие исламских ученых в становлении и развитии всех областей знаний. Перечисление всех достижений заняло бы временем ни одной передачи. Мы приведем примеры научных открытий и изобретений мусульманских ученых на многие века опередивших европейцев. Мусульманское влияние на Европу в средние века распространялось прежде всего через Испанию, Италию, Сицилию. Так, в испанском городе Толедо активно переводилось с арабского языка на латинский наиболее значительные труды мусульманских ученых по математике, физике, астрономии, ботанике, химии, медицине и философии. По словам Джеймса Кричига, в Европе не было ни одного интеллектуального центра, который бы не воспользовался так или иначе созданными в школе в Толедо трудами и не находился в долгу у нее. Известный американский ученый Франц Роузенталь писал, что в исламе концепция знания приобрела значительность, которой нет равных в других цивилизациях. Ценность знаний и достоинство ученых подчеркивается во многих аятах Священного Корана, а слово «знание» употребляется около сотни раз и уступает по чистоте упоминания только именам Бога. Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание. Разве равны знающие и не знающие? Пусть об этом поразмыслят рассудительные. Коран обязывает мусульманина и мусульманку приобретать знания. В 114 аяте 20 суры мы находим просьбу, обращенную к Аллаху. «Господи мой, умножь мое знание». Делать это искренне, исключительно ради веры, а не ради богатства, славы или положения в обществе. Стремиться благодаря своим познаниям творить добро, отстаивать справедливость, принося людям пользу. Особенно эти принципы важны и необходимы в такой сфере, как охрана здоровья. Если в Европе первое лечебное учреждение появилось в Страсбурге в 1500 году, а в России гражданская больница на 15 кроватей возникла лишь в 1650 году, то первая больница была открыта в Дамаске в 706 году во время правления халифа Уалида бин Абдул-Малика из династии Амиядов, все затраты на содержание которой осуществлялись за счет государственной казны. В одном только Багдаде более 860 врачей имели профессионально-квалификационную категорию в виде диплома, позволяющего им вести врачебную практику. В это время в Европе врачей считали шарлатанами, а лечебницы – прибежищем сатаны. Врачи, пытавшиеся проводить хирургические операции, подвергались гонениям, и люди науки сжигались на костре. Все, на что способны были европейские медики, описано в типичном для тех времен и, к сожалению, трагичном для их пациентов случае. Усами Ибн Монкизу, арабскому автору времен крестовых походов, принадлежит известное описание варварских методов европейских медиков. Мусульманский эмир, дядя писателя, послал соседу Франку по его просьбе врача. Врач вернулся на удивление быстро, но ему было что рассказать. Его позвали лечить рыцаря и женщину. У рыцаря был абцесс на ноге, и арабский врач применил припарки к голове. Абцесс прорвался и начал уже подсыхать. Женщина страдала сухоткой. Араб предложил строгую диету, включавшую много овощей и фруктов. Затем появился франкский врач. Он спросил у рыцаря, что тот предпочитает, жить на свете с одной ногой или умереть с двумя. Рыцарь дал желаемый ответ. Врач заставил его положить ногу на колоду, и какой-то силач взялся отрубить больную часть ноги острым топом. Первый удар не достиг цели, второй раздробил кость, и тот человек умер сразу. Лечение женщины оказалось еще ужаснее. Франкский доктор объявил, что в нее вселился бес, и что надо ее остричь. Так и сделали, после чего больная вернулась к своему рациону из чеснока и горчицы. Сухотка усилилась, что врач приписал перемещению беса в головы больной. Он сделал крестообразный надрез на ее черепе, так что обнажил кость, и втер туда соль. Женщина тут же умерла. После этого арабский врач спросил, нужен ли он еще, получил отрицательный ответ и отправился домой. Такие выдающиеся хирурги, известные ученые Востока, как Ар-Рази, Халяк Аз-Захрави, превратили хирурги в самостоятельную науку и описали более 200 хирургических инструментов. Их научные работы проверены временем и переведены на русский язык, например, трактат о хирургии и инструментах. Книга самого известного мусульманского врача Ибн Сины Аль-Канун считалась основой медицины вплоть до XVII и XVIII веков. Помимо медицины он также являлся автором изобретений в 29 областях знаний. Далее, такие известные ученые, как Камбур Весим, обнаружил микроб туберкулеза. Ибрагим Джесар еще тысячи лет тому назад указал на причины заболеваемости и проказы и предложил методы ее лечения. Ибн Хатиб сделал научное предположение об инфекционном характере холеры. Ибн Ружд был первым, кто изучил функции ретины глазной ткани. Ученый-мусульманин по имени Амр еще 9 веков тому назад использовал только ему известный способ хирургической операции на глазу. Али бин Аббас провел хирургическую операцию рака. Ибн Нафис описал малый круг кровообращения, приблизительно на 300 лет опередив европейских ученых. Все потому, что римско-католическая церковь, как величайший грех, предала анафеме медицину, в частности анатомирование, без которой невозможна хирургия. Христианские соборы Римский 1131 года, Второй Латеранский 1139 году, Турский 1163 года, Декрет Александра III и последующие соборы запрещали специальными декретами изучения юридической и медицинской литературы, обрекая больного искать исцеление в мистических средствах, иконах, мощах, чудотворстве. Мусульманский мир познакомил Западную Европу с алгеброй, тригонометрией, десятичной системой исчисления, а также с идеей функции, с формулой бенома, с дифференциальным исчислением. Это и многое другое принадлежит таким мусульманским ученым, как Харизми, Бетане, Беруни, Сабид бен Гур, Геосидин, Джамшид и другие. В географической науке выделяется имя выдающегося исламского мореплавателя Ахмеда ибн-Нашжида. Именно он первым написал первую научную книгу о морской науке. Книга называлась «Книга о пользе и правилах пользования морской наукой». После этого он написал еще второй большой труд, краткий, про пользу морской науке. Именно он был картографом и капитаном одной из кораблей и указал путь Васкадагамы в Индию. Об этом выдающемся человеке, человеке Тудбы, написана целая книга. Автором является известный востоковед Шумовский, ученик, академик Крачковского. Зеркаль изобрел самую точную и удобную астроляблю для определения месторасположения звезд и измерения расстояний между ними. Беруни доказал, что Земля вращается вокруг своей оси и имеет форму шара. Джабир бин Арлаф на 300 лет раньше европейцев нашел угол азимута. Фергани был первым ученым, кто точно вычислил значение кривизны эклептики. Джамир ибн-Хаян открыл в ртуте метод дисталляции для очистки воды. Изготовил серную и азотную кислоту для растворения металлов. Аль-Манджрити обосновал принцип сохранения массы при химических процессах. 900 лет спустя его приписал себе Лавуазье. Мусульманские ученые первыми заложили основы кибернетики и оптики, дали толкование физической природе звука. Ибн-Гераре первым сконструировал токарный станок. Аэроплан и аппарат по типу ракета и успешный на нем полет принадлежит Хасану Челебе. Ибн-Юнус задолго до Галилея пользовался часами с маятников, а ученые Гази и Беруни высказали мысль о законе притяжения Земли до того, как это сделал Ньютон. Обо всех научных достижений сказать просто невозможно. Об уровне науки и распространении знаний служат следующие исторические факты. Всемирно известный ученый Густав Лебон в своем историческом исследовании «История исламской и арабской цивилизации» пишет. В Багдадской библиотеке было 4 миллиона томов книг, в Султанской библиотеке в Каире 1 миллион, в Триполе 3 миллиона томов. Только в одной мусульманской Испании ежегодно публиковалось от 70 до 80 тысяч томов. Для сравнения к моменту изобретения печатного станка Гутенберга в середине 15 века в Майнце во всей Европе можно было насчитать порядка 20 книг. По свидетельствам историков, монголы после завоевания Багдада сбросили сотни тысяч книг в реку Тигр, после чего вода в реке в течение трех дней оставалась чернильного цвета. А испанская инквизиция в Кордове сожгла около 70 книг охранилищ, в которых находилось свыше миллиона 50 томов. Знаменитый историк Роберт Блихов в своей книге «Становление человечества» пишет. «Самый главный подарок и самая главная помощь исламской культуры в современный мир – это наука». Но не только благодаря науке произошло возрождение Европы, а огромное влияние оказали и другие стороны исламской цивилизации. В западноевропейской культуре отношение между религией и наукой строилось на взаимном уничтожении, и в этой борьбе научное знание держало верх. Но вскоре наука при отсутствии моральных ограничений показала свою безответственность и неспособность задавать обществу ориентиры и идеалы. Наступивший одновременно духовный, интеллектуальный кризис европейской цивилизации породил время глубокого пессимизма и неверия. С одной стороны – отказа от веры в разум, с другой – бессмысленный мир без опоры на Бога. Современное европейское общество зашло в тупик. Это разочарование наукой как средством достижения господства над природой и пути к социальному и моральному прогрессу и личному счастью. По мысли выдающегося историка XX века Арнольда Тойнби, без традиционной религии дом западного человека в конце концов оказался пуст. Из него все вымел рационализм, не оставив ни пылинки. Дом аккуратно и тщательно прибрала наука, но наука не сделала его уютным для обитания человека, ибо оставила его без религии. А когда предлагают науку в качестве заменителя религии, то это все равно, что предложить вместо хлеба камень. Арнольд Тойнби. Цивилизация перед судом истории. Кризис христианских ценностей и идеалов на Западе привел человека в состояние морально-нравственного упадка и деградации. Во Франции за последние 30 лет из-за отсутствия верующих закрылся каждый второй приход. Католическая церковь в Англии за последние 10 лет потеряла полмиллиона верующих. В Ирландии посещаемость богослужения с 1992 года снизилась на треть. Число верующих в Чехии всего за 10 лет сократилось в два раза. С 41% до 27%. Но больше всего не верующих в Швеции и Норвегии. В этих странах всего 11% жителей посещают церковь. Христианство, заключают некоторые ученые, исторически имея все предоставленные возможности, не смогло в полной мере реализовать свои принципы. К примеру, христианские заповеди как новый духовный принцип общежития были сформулированы 2000 лет назад. Но до сих пор не возникло обществ, как построенных на этих принципах, так и следующих им. Хотя материальные предпосылки и духовные интенции могли быть налицо. Гармоничное сочетание науки и религии, возможность воплощения этических принципов в реальной социальной практике, отсутствие расовых, этнических, социальных предрассудков, делает сегодня ислам единственной растущей религией в Европе. Так, к примеру, в Голландии 19 тысяч церквей, и каждый год на тысячу становится меньше. Только за последнее время более сотни церквей было приобретено мусульманской общиной, и теперь с миноретов мечети Европы звучит призыв Азана, как когда-то заполняя духовный вакуум ценностями истинного единобожия, предлагая вновь очередной шанс обретения спасения. Наша программа подошла к концу, но разговор об исламе как истинной религии единобожия мы продолжим в следующих выпусках программы Азан. Ассалам алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир вам, милость и благоденствие от Аллаха. Субтитры создавал DimaTorzok Аллаху Акбер, Аллаху Акбар Аллаху Акбар, Аллаху Акбар Ассалам алейкум ва баракату Ас-сам алейкум ва рахматуллахи ва баракятух. Мир вам, милость и благоденствие от Аллаха. Сегодня мы вам постараемся рассказать о том, как отзывались о мировой религии ислам, ее истинности, известные исторические личности, великие ученые, гениальные писатели, выдающиеся политики прошлого и настоящего. В данной программе мы приводим слова известных людей, принадлежащих к иной культурной и религиозной традиции, что делает эти высказывания наиболее ценными, а порой и смелыми, учитывая конкретную историческую эпоху, определенный интеллектуальный уровень и степень духовной свободы. Сегодня ислам, несомненно, является культурно-историческим достоянием всего человечества. Его богатое наследие включает в себя научные феномены, философские, социально-экономические, правовые принципы и морально-нравственные заповеди. Желание быть причастным к неисчерпаемому источнику истинных духовных знаний сопровождало интеллектуальных водителей человечества во все времена. Известный американский теолог Джон Эспозита выразил свое отношение к исламу следующими словами. Одно из отличительных свойств Корана, которое делает его колоссальным источником вдохновения для верующего, заключено в том, что когда мусульманин или любой другой человек открывает и начинает читать Коран с любой страницы, он тотчас же получает важное послание, касающееся сути и смысла его жизни, которое он обязательно должен получить. Подтверждая данное высказывание, уже немецкий ученый Дирк Вальтер Мосик обобщая заключает, «Я читал священные книги всех религий, и ни в одной из них я не нашел того, что я нашел в исламе — совершенство. Если сравнивать Коран с другими текстами, которые я читал, то всех их можно сравнить со светом спички по сравнению с мощью солнца. Я верю, что любой человек, который обладает чистым разумом, открытым для размышлений и знания истины, читая слова Аллаха в Коране, станет мусульманином». Говоря о научных феноменах Корана, мы коснемся лишь некоторых из них, открытых в современных областях знания, физики, химии, биологии и медицины. Например, укажем на один из множества удивительных фактов присутствия научных знаков в Священном Коране, точно описывающих процесс, происходящий с человеческим эмбрионом на разных стадиях его развития в хронологическом порядке, которые доказаны современными медицинскими исследованиями в эмбриологии. Мы приводим ряд высказываний западных ученых, подтверждающих этот научный феномен. Некоторые аяты Корана представляют собой очень подробное описание развития человека, начиная с момента соединения клеток и до развития органов эмбриона в утробе матери. Прежде не существовало такого подробного и безупречного описания развития человека со всеми его стадиями, терминологией и пояснениями. В большинстве случаев за сотни лет до нашего времени эти аяты описывают многие стадии развития эмбриона и плода человека, которые в точности также описаны в современной научной литературе. Профессор Джеральд Герингер, университет Джортауна, доцент медицинской эмбриологии США. В Священном Коране описание этапов развития зародыша в чреве матери повествуется следующим образом. «Потом мы обратили каплю влаги в сгусток, затем создали из сгустка кусок плоти, который обратили мы в кости, и так одели эти кости в плоть, и затем произвели его в ином творении. Хвала Аллаху, искуснейшему из всех творцов!» Процесс развития эмбриона в утробе матери был установлен лишь в последние два десятилетия, благодаря использованию современных технологических средств и аппаратуры. В результате тщательного изучения аятов Корана и хадисов Пророка мы узнали новую систему этапов развития плода в утробе матери, и это тем более поразительно, что было передано в Коране еще в VII веке н.э. Разъяснения Корана не могли основываться на каких-либо научных познаниях людей, ибо в VII веке н.э. науки просто не существовало. Профессор Кейт Мур, профессор клеточной биологии и анатомии Университет Торонто, Канада. К сожалению, у нас нет возможности более подробно остановиться на этом удивительном факте. Продолжая приводить высказывания ученых из разных областей знания, мы коротко коснемся примеров и фактов из астрофизики. Причина возникновения Вселенной, желание проникнуть в ее глубины и познать, как работают законы, поддерживающие в ней порядок и равновесие, а также существует ли она в покое или движении, вот неполный список вопросов, волновавших людей во все времена. Каждая историческая эпоха формировала свои представления о возникновении Вселенной. Так уже к XIX веку ученые утверждали, как доказанный факт об извечности и статичности Вселенной, устраняя тем самым самопонятие сотворения. Однако достижения современной науки, физики и астрономии в результате многочисленных элементов, наблюдений и расчетов доказали, что Вселенная имела определенный момент начала существования, подвержена беспрерывному движению и изменению, возникнув из небытия в результате взрыва колоссальной мощности. Примечательно, как Всевышний Аллах сообщает верующим в Коране о том, как возникла Вселенная. Он тот, кто создал небеса и землю из небытия. Ужель неверные не видят, что небо и земля вначале единой массой были? Мы рассекли их на части и сотворили всякое живое существо из влаги. Ужель опять не уверуют они? Мы воздвигли небо великой силой, и ведь мы расширяющие его. Ученые разных стран, представляющие различные области знаний, на основе научных фактов подтверждают посланческую миссию последнего пророка на Земле. Так немецкий ученый, профессор геологии Альфред Кронер сказал, «Я полагаю, что знание пророком Мухаммедом во времена неспослания Корана таких вопросов, как истоки происхождения Вселенной, было невозможно, поскольку ученые смогли дать объяснение этому и обнаружить эти знания только в последние несколько десятилетий с использованием самых современных технологических методов. Человек, который 1400 лет назад еще ничего не знал о ядерной физике, например, не смог бы даже догадаться, что Земля и небеса происходят из одного источника». Профессор геологии Альфред Кронер, университет Майнца, известнейший в мире геолог Германия. Японский ученый-астроном профессор Йошахидо Казай напрямую связывает свои научные интересы с изучением Корана. «Я могу сказать, что Коран произвел на меня очень сильное впечатление, ибо я нашел в нем верные астрономические факты. Эти факты особенно сильно действуют на таких астрономов, как мы, исследующих самую мельчайшую часть Вселенной. Даже для того, чтобы понять самую мельчайшую часть нашего мироздания, мы прилагаем массу усилий, поскольку с помощью телескопа мы можем видеть только крошечную часть небосвода и не можем рассуждать обо всей Вселенной. Так что я думаю, что читая Коран и получая из него ответы на вопросы, я смогу определить путь своих будущих исследований Вселенной». Профессор Йошахидо Казай, Япония, директор Токийской обсерватории. Искренний и объективный подход к изучению научных феноменов в Коране приводит ученого к свидетельству об истинности величия и могуществе Творца. «Я верю, что все, о чем было написано в Коране 1400 лет назад, истина и может быть доказана научными методами. Это вдохновение Господа, объявшего своим познанием весь мир. Так что пришло время сказать, нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – посланник Его». Профессор Тиэтат Тиасен, Таиланд, заведующий кафедрой анатомии и эмбриологии университета Чанг-Мэй. Сегодня, благодаря открытиям в сфере геологии и сейсмологии, была установлена жизненно необходимая функция гор на Земле. Экс-президент Академии наук США Франк Пресс в своей книге «Земля», являющейся учебником геологии во многих университетах мира, упоминает, что горы являются своего рода сваями и опускаются на многие километры в недроземной коры. В Священном Коране на это есть следующее указание. «Разве не сделали мы Землю, уложим вам, а горы сваями на ней?» «Мы установили на Земле твердыни гор, чтобы она не колебалась с ними». Всемирно известный японский ученый-геолог профессор Сиявда в интервью относительно научных данных в Коране о том, что горы укрепляют земную поверхность, сказал, «Я верю, что знания, содержащиеся в Коране, чрезвычайно интересны, и полагаю, что невозможно, чтобы они были написаны человеком». Профессор Сиявда – всемирно известный японский ученый, специализирующийся в области океанической геологии. Примечательно, что многие западные ученые, интеллектуалы, обнаруживая очевидную согласованность коранического текста с достижениями современной науки, сегодня активно принимают ислам. Именно это побудило французского ученого-доктора медицины Сельмана Беруа обратиться в ислам. Один из тех факторов, который наиболее сильно повлиял на мое решение изменить свое вероисповедание и стать мусульманином, был Коран. «Прежде чем принять ислам, я начал работать над Кораном, будучи европейцем, интеллектуально-критически настроенным в отношении ислама». В этой книге в Коране есть аяты, которые не спосланы 14 веков назад, но они заключают в себе в полном смысле те же факты, которые являются результатом многих современных научных исследований. «Именно это стало причиной того, что я решительно сменил свое вероисповедание». Али Сельман Беруа, доктор медицины, Франция. Роже Городи, французский писатель и философ, бывший член ЦК Компартии Франции и главный редактор газеты «Юманите», один из теоретиков марксизма, известный деятель так называемого международного коммунистического движения, 3 июля 1982 года, в пятницу, в месяц Рамадан, принял ислам. Отлично осознавая ложность и ущербность двух политических систем современности, он сделал выбор в пользу реформ прав, справедливости и законов. Одна система делает человека рабом, пленником государства, другая – рабом богатства. То есть я хочу сказать, и марксизм, и капитализм – это системы, эксплуатирующие человека. В отличие от них, ислам возвращает человеку его престиж и достоинство. На одной из своих пресс-конференций Роже Городи сказал, «Да, сегодня я мусульманин. Вы спрашиваете, почему я выбрал ислам? Своим выбором я опередил эпоху». Доктор Мурат Вилфред Хоффман, известный общественный деятель, дипломат из Германии, выпускник Мюнхенского и Гарвардского университетов, сделал блестящую карьеру, причем ее пик пришелся наперед, после принятия им ислама в 1980 году. Хоффман был директором отдела информации штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, а в 1987 году, 1994 году, занимал пост посла ФРГ в Алжире и Марокко. Ему принадлежат следующие слова. Ислам можно и нужно использовать в качестве лекарства от многих болезней западного общества, поэтому он может стать ведущей духовной силой 21-го столетия. Изучив тщательно историю зарождения и становления ислама, английский аристократ-богослов Лорд Давенпорт развенчивает миф об исламе как религии, распространившейся путем угроз и насилия. Ислам среди других религий, погрязших в трясине небылиц и сомнений, поднялся с чистотой цветка.